Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 У него, у Алима Бимаховича это все было. Мне приятно всегда, я много раз пользовался его благородством, молодому и так далее. И поэтому я сейчас хочу прочесть свои стихи, которые называются Алиму, Кишокову. Твой голос словно дерево взрастает тады, тому, кто честь душой, он открывает свои неповторимые плоды. Когда, о томата, твористый, держит земля с тобою вместе твой алам, и травы, деревья, свои нежность, передают трепещущим словам. А и сын твой брат Балкарский, и ныне с нами, о вечности с тобою он говорит, на великих мастеров горит. Спасибо. Директор издательства Котлеровых Виктор Котлеров. Есть необходимость приходить по датам к большим поэтам, а есть потребность. Вот под этой потребностью, под этим знаком Алима Кишокова прошел весь наш прошедший год. Именно тех, кто известен всем, и в то же время именно тех, кто сделал очень много для Кабарина Балкарии. И, конечно, среди них имя Алима Кишокова. Занимаясь его биографией, в 1974 году, когда только что была издана книга Алима Кишокова «Слово на подкова», встречная не просто в штыки властью, а подвергнутая страшному астракизму. Я видел писателей, где осуждали Алима Кишокова и говорили, чья подкова сломалась? Ни власти, ни партийных работников, а подкова Алима Кишокова. Время показалось, что это абсолютно не так. Сегодня, читая книгу Алима Кишокова, она для меня как свалкарии. Мало кто знает, что сегодня несколько тысяч, а точнее почти пять тысяч человек остаются безымянными в магерях, находившихся на территории Прохландинского района. За эти многие десятилетия никто не написал об этом, кроме Алима Кишокова. И вот его книга как своего рода путеводитель к тому, где надо искать. Вдумайтесь, кроме книги ничего нет. Над могилами пять тысяч человек, которые сегодня закатаны в асфальт и даже нет ни одной таблички с указанием об этом. Я могу представить гнев, недоумение Алима, если бы он знал об этом. И еще один момент, с которым связан наш прошедший год. В июне этого месяца на фестивале «Красная площадь» в Москве была презентация двух наших книг, которые вошли в единую серию «Поэтические звезды Кавказа». В ней вышел Кайсын Кулиев и только что вышел Алим Кишоков. Эти книги были не просто восприняты, они удостоились трех дипломов. Вошли в число 50 лучших книг России. И слово «Алима» было не просто восприняемо, книгу Кайсына Кулиева и книгу Алима Кишокова. Я думаю, что надо обращаться к Алиму не только по таким праздничным дням, но и постоянно. Потому что в его произведениях, в его книгах та любовь к родине, которую мы должны следовать и которую мы должны приумножить. У меня в руках вот две книги, в которых идет речь об Алиме Кишокове. Я хочу одну из них, Алим Кишоков, избранные стихи. Эти стихи вышли на двух языках, на русском и английском. Эти стихи изданы впервые за многие десятилетия. Чтобы их издать, понадобились немаленькие средства. Но десятки людей откликнулись и вложили свои. Кто копейки, кто рубли. И книга вышла, книга пришла к читателю. Я хочу подарить ее администрации Шалушки, которая хранит память о своем великом земляке. А вторая книга будет отдана Союзу писателей, который организовал это мероприятие. Я хочу предоставить слово и пригласить к микрофону народного поэта Кабарина Балкарии Анатолия Битсуева. Многие знают, что я дружил с Алимом Кишоковым. Издавал его книги, будучи главным редактором издательства Эльбрус. Встречался с ним и в Москве, и в «Нальчике». Лет между нами. Потому что и в Москве, и в «Нальчике». Я здесь написал большой цикл стихов, который так и называется у памятника Алиму Кишокову. Я, маленькое одно сниготворение, владящее в этот цикл, с собой взял, разрешите прочитать, на родном габарзинском языке. Брянцы и болезнь. Именно умирают. Многие дети, люди, и в Москве, 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 а в Москве, и в Москве. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое. Я хочу пригласить Чигемский район к микрофону председателя районного совета Чигемского района Хасанш Адижев. Спасибо, Мухадин, за предославливое слово. Я несколько слов. Уважаемые друзья, сегодня мы отдаем дань памяти нашему великому земляку Алиму Пшимаковичу Кишокову. Имя Алима Пшимаковича всегда вошло в историю кабардинского народной литературы. Его жизненный путь – пример сочетания подгинного таланта и большого мужества. Для нас очень важно, что у нас есть такие примеры, как понимание молодого поколения в духе патриотизма, преданности своему народу. Сегодня год 76-летия победы в Великой Отечественной войне. Особо хочется подчеркнуть его заслуги. В 1941-1945 годах он служил офицером 115-й гавалерийской дивизии Кабардино-Болгарской республики, где был ранен Баса, Мелитополя, Запорожья, Крима, Прибалтики. Среди множественных наград у него имеются ордена военных лет, орден Отечественной войны первой степени, два ордена Красной звезды, медаль за победу над Германией, медаль за оборону Стаднеграда. Алим Шемагович был примером и орденцем нашего народа. Уважаемые друзья, говоря о Алиме Кишокове, мы не можем не говорить об Кайсине и Кулеве. Эти два наших земляка, рожденные на земле Чигемской, были родными братьями, сотрудничали всегда, всю жизнь в трудовых делах, они имели соприкосновение, прямое отношение. И во время войны они, помогая друг другу, выходили из мест боев в госпиталях. И один момент, который написал Кишоков, мы пили воду из Чигема, те наверху, а я внизу. Об этом в дружбе тоже говорится в этих стихах. И сегодня у нас замысел такой, желание жителей народа. Сегодня глава администрации Чигемского района Юрий Горобеевич готовит совместный большой красивый памятник городе Чигеме, чтобы мы могли совместно отвечать их дни рождения и день памяти. Я думаю, это будет украшать и город Чигем, и души наших людей. А сейчас я хотел бы пригласить тех, которые смогут приехать на кладбище музея Кишокова на возложение и просмотр музея. Добро пожаловать. Спасибо за внимание. На мою ладонь садитесь, птицы. Очень много добрых, мудрых слов. И действительно, Виктор, не только в этой ладони, но и постоянно нужно обращаться к мудрым людям, к мыслям мудрых людей, Алина Ланклина, самым гениальным поэтом своего народа. Зато мы его и любим. Я приглашаю вас возложить цветы к памятнику. Множество опасностей таится, вас обороню я и спасу. На мою ладонь садитесь, птицы. Я ведь знаю, как страшна беда, Если неожиданно случиться, Человеку птице очутиться На земле без своего гнезда. На мою ладонь садитесь, птицы. Уважаемый гость, Напротив памятника стоит белый автобус. Пожалуйста, все, кто едет в Чигемский район, в селение Шалушка, Пожалуйста, пройдите в автобус, займите места. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другие прошедшие автор субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Продолжение следует... 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 У него будет очень хорошая печаль, посмотрите, какой аккуратный теряется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...